Суздальский князь Юрий 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 Город был обнесен валом, длина которого составляла около километра, а первоначальная высота – полтора-два метра. Но постепенно вал рос и достиг высоты в 18-20 метров. По валу проходили деревянные стены из дуба. С трех сторон вал был окружен глубоким рвом, заполненным водой. Ширина рва местами доходила до 30 метров. Суздальский князь Юрий В 1180 году во время войны Святослава Всеволодовича со Всеволодом Большое Гнездо, сыном Юрия Долгорукого, Дмитров был сожжен черниговским князем. Вскоре он оправился от разорения и к 1214 году это уже был большой город с предместьями и принадлежал Ярославу Всеволодовичу, внуку основателя города. В летописи 1181 года Дмитров описывается как передовой оплот Суздальской земли и, в частности, переславлен. В конце XII века Дмитров был уже хорошо укрепленной крепостью, способной выдержать неприятельскую осаду. Вокруг укреплений находились предместья. Уже в первом столетии своего существования Дмитров оброс по осадам, неподалеку возник рынок, на котором шел оживленный торг между жителями города и окрестных селений. К XI веку есть совершенно четкие сведения, что в XI веке средняя крепость на Руси была площадью где-то порядка одного гектара. А, соответственно, в середине XII века время основания города Дмитрова это уже получается 5 гектар. То есть то ли стандарты уже изменились, то ли Дмитровская крепость действительно была не из самых маленьких. Юрий Долгорукий, начав строить новые города в своей Суздальской власти, заселял их, собирая людей отовсюду и давая им немалую ссуду. Благодаря этому в города его приходили во множество не только русские, но и болгары, мордва, венгры и пределы, як и многими тысячами людей наполняли. Важную роль в истории Дмитрова сыграло его месторасположение на берегу реки Яхроны, которая впадает в реку Сестру, Сестра в Дубну, а Дубна в Волгу. Город был связан водным путем со многими территориями Древней Руси, Тверью, Нижним Новгородом, Южными и Северными землями. Это предопределило будущий рост значения Дмитрова не только как крепости, но и важнейшего торгового города, быстро богатеющего Владимира Суздальского княжества. Это было, видимо, поселение торгового характера, потому что помимо построек археологам был обнаружен грузик для взвешивания арабских монет Дерхен. Бронзовый кругленький грузик. К сожалению, у него в экспозиции его нет, еще не отдал институт археологии его нам. Соответственно, нужно предположить, что это действительно торговое поселение. Причем торговля благодаря системе рек Яхрома, Сестра, Дубна, Волга шла достаточно активно и с иностранными государствами, видимо. То есть через Волгу с Прикаспийскими странами, в частности с Персией, с арабами. После раздела Владимира Суздальской земли в XIII веке Дмитров перешел к Переяславу и попал в орбиту междоусобных войн. Он стоял на границе трех соперничавших княжеств – Переяславского, Тверского и Московского, между которыми шла непрерывная борьба за расширение своих земель, усиление влияния. Так уже своим местоположением Дмитров был сразу включен в Центр военных и политических событий Руси и принесло ему как многие выгоды, так и многие беды. Продолжение следует...